Зима нечасто балует нас погожими деньками. Для прогулок слишком холодно, да и темнеет рано. Так чем же заняться долгими зимними вечерами? Сотрудники Центральной библиотеки предлагают окунуться в творчество и принять участие в конкурсе «Чародеи». Конкурс мы затеяли для того, чтобы все-таки немножечко расшевелить сейчас народ. Сейчас зима, все замерзли. Но тем не менее, даже кто сидит по домам, все равно очень много у нас в городе творческих людей. В конкурсе три номинации – проза, поэзия и фотография. Главное условие – все они должны быть на зимнюю тематику. Что касается прозы, значит, это может быть какая-то рождественская история, рассказ, это может быть какое-то эссе, новелла. Ну вот все, что касается зимней темы. Может быть, даже какое-то красивое описание природы. Ну, конечно, желательно, чтобы это была история, потому что истории всегда читать интереснее. На сегодняшний день уже 22 участника. Видновчанка Оксана Воротынцева начала писать стихи еще в детстве. Позже увлеклась прозой. Ее произведения были опубликованы во многих газетах и журналах. Вообще слово «конкурс» – это уже захватывает. Всегда любила где-то участвовать. А это решило, вдохновило меня зимняя погода, снег, написать рождественские рассказы. Две сказки и один рассказ. Стоит отметить, что в конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 лет и не обязательно проживающий на территории нашего округа. Мы сделали открытый конкурс для того, чтобы немножечко расширить границы. И, возможно, нам будут присылать, и уже начали присылать, работы с разных городов. И даже есть парочку работ с Украины. Работы будет оценивать жюри, в составе которого члены Союза писателей, профессиональные художники и фотографы. У нас очень такая задумка масштабная на самом деле. Мы хотим из 10 лучших работ прозы, из 10 лучших стихотворений, из 10 лучших фотографий создать виртуальную книгу. Она будет делаться на площадке РДРО. У нее будет обложка, все, то есть настоящая книга, которую можно будет в электронном носителе почитать. Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету на сайте учреждения, а свои произведения отправить на электронную почту. Также авторы могут сами принести их в центральную библиотеку ежедневно, кроме понедельника. Работы принимаются до 1 февраля.